Ну что ж, поздравляю! Вы дошли уже до разметки своего участка. Приступим! Первое. Что нам необходимо? Дальномер лазерный. Нивелир лазерный модернизированный. Палочки для отметки ямок. Рулетка. Желательно уровень. Заготовка разметки ширины ямок. Ширины. Две заготовки разметки по длине ширины. Вот так. Мы это все подготовили согласно наших расчетов. А теперь поехали! Первое. Ищем самую высокую точку. Смотрим визуально. Я уже ее вижу. Это вот здесь. Устанавливаем первую метку. Берем метку, палочку. Установили. Берем нивелир. Если у вас нивелир с палочкой, значит ставим на палочку. Если без, ставим по центру. Предварительно выводим нивелир в нулевую точку. Фиксируем по нашей нулевой метке. Все. Нивелир зафиксирован. Зафиксировав на нулевой точке, ставим его на нашу метку. Чтоб центра совпадали с отверстия. Выводим уровень. По уровню устанавливаем вторую метку. Приятного аппетита. Дальше перекручиваем нивелир на 90 градусов в ту сторону Дальнемером померили дальнюю точку. Ставим палочку В место где стоит нивелир устанавливаем палочку. Предварительно его выключим Проверяем дальномером расстояние Проверяем расстояние ширины Отлично! Все совпадает. Теперь нам необходимо поставить четвертый угол Для этого вытаскиваем нашу палочку Устанавливаем нивелир Включаем Берем ширину Продолжение следует... установили палочка ширина одинаковая такая же как и здесь все установлено нивелир на месте этой палочки теперь мы меряем расстояние оно должно совпадать если у нас нивелир правильно отработал должно все совпадать и ура разбежность два сантиметра это допустимо проверяем диагональ разбежность после корректировки по уровню составила два сантиметра я считаю для такого размера это вполне достаточно оставляем теперь делаем разметку дальше вместо нивелира ставим палочку ставим нивелир так чтобы краешек палочки 1 и 2 совпадал по уровню после этого устанавливаем палочки ширины а Так же самое делаем вторую сторону Мы имеем ямки, где мы будем бурить Теперь нам необходимо вычислить перепад грунта Для этого Берем рулетку и меряем Точки Сколько у нас возле первого колышка Второго, третьего, четвертого, пятого Так же самое меряем, сколько здесь И меряем перепад на этот колышек Ну что ж, поехали Здесь у нас 7 сантиметров С этой стороны 12 14 Перемеряем все ямки относительно первой Самой высокой Теперь мы будем знать Какой длины у нас будут стойки Для того, чтобы компенсировать рельеф И вся конструкция была ровная Перемеряем, запоминаем Или записываем Ну что, я вас поздравляю Мы это сделали Мы разметили участок за 5 минут И минут 15 делали калибровку нивелира Но калибровка делается один раз Потом вы ее используете Для последующих разметок Для того, чтобы разметку сделать Нам понадобилось Н-ное количество палочек Чтобы отметить, где будут ямки Уровень можно было не брать У нас он есть здесь Лопату можно было не брать Можно было сразу по палочкам делать Расстояние можно было тоже не брать Можно было рулеткой мерить Но так просто быстрее После того, как мы разметили участок Взяли высоту над уровнем Померяли рулеткой каждую ямку Все записали или запомнили Мы можем приступать К бурению ямок А это тема следующего видео Хочу подчеркнуть определенные моменты При калибровке нивелира Используйте большое расстояние Чем дальше вы будете ставить катеты И более длиннее будет гипотенуза Тем точнее вы сделаете калибровку Тогда на маленьких площадях Будет погрешность 0-0-0 сантиметра Но если вы будете калибровку делать На маленьком участке То на дальних расстояниях Может быть погрешность Вы конечно все равно проверяете диагонали И корректируете Но для того, чтобы меньше было корректировок Прислушайтесь к моему совету Второй совет Разметку делайте, когда уже темно Можно даже, когда очень темно Вы будете все видеть Кто-то пусть вам подсвечивает Но вы ее сделаете быстрее намного Чем когда светло На этом все Пока-пока До следующих встреч